Всем привет! Сегодня иду за второй партией помидор. Мне там останется 6 килограмм купить, чтобы эти три баночки закрыть. И сегодня просто с рюкзачком тележка не нужна мне. 6 килограмм я и так занесу. Заодно и астахондроз. Профилактику астахондроза сделаю. Немножечко поснимаю тут центре. Вот это здание было раньше огромная игрушечная фабрика. Я помню в школе училась, нас на экскурсию привозили. Мы смотрели как там шьют, как раскраивают. Было так интересно. Такое большое здание. Сейчас здесь налоговая. Вот в той части, с той стороны там коммерческий банк, который переводы осуществляет. Ну, все такое делает. Вот это поликлиника. Вот. Раньше, помню, под каждым кабинетом столько людей было. Сейчас, конечно, с одной стороны удобно, долго не сидишь, но с другой стороны, конечно, много специалистов поуезжали и людей мало осталось. Приходят только те лечиться, у кого есть деньги. Купила, внесу. Сегодня взяла по 20. Вроде так неплохие были новый завоз. Посмотрю. Перемои, перебил. Посмотрю, что там такие. Здесь у нас доска почёта. Люди, которые внесли свой огромный вклад в наш город. Участники Великой Отечественной войны. С этой стороны. Справа это у нас был огромный универмах. Слева здания ещё не было. Был центральный. Потом, когда построили вот это здание, перенесли сюда универмах. А в этом здании принесли детский мир был большой. Как раз в центре были у нас и детский мир, и центральный универмах. Памятник Ленина. Это наш госполком. И потом поближе подойду и покажу. Сейчас это у нас не универмах. В 90-е годы его разокрыли и сделали швейную фабрику Брян-Ковчанка. Вот здесь были раньше ступеньки. Вход и центральный. Сейчас здесь засыпали землей, высаживают тюльпаны. Весной очень красиво. Всё это очень в ярких таких тюльпанах проезжаешь. Прямо глаз радует. А вот это вот последствия, что доска не забита, это последствия удара, когда прилетали снаряды. Что стёкла повылетали. Вот это в 14-15 годах. И до сих пор нет возможности вставить. Так и работают. Поближе покажу вам на госполком. Такие они жалюзи сделали из обоев. Жаточку. На госполком тоже пришёлся удар. Но я смотрю, с лицевой стороны вроде как подставляли стёкла. А с боковой там до сих пор полиэтиленом обтянут. Да нет, вон слева тоже вот. Крайняя окошко там только полиэтиленом обтянута. Вот с этой стороны видно, что там не стёкла, а полиэтилен. Вот я как и говорила, вам покажу наша аллея. Здесь раньше был фонтан. Вот это до самого Дворца культуры. Ну, сейчас всё, конечно, облучилось. Это от дождя вода осталась. Ну, по крайней мере, хотя бы там нет мусора чистят. Вот видите, только полиэтиленом обтянута. Средств нет, чтобы застеклить. Голуби тут в парке. Тут их подкармливают, наверное. Вот Олега до самого верха. Я помню, с детства красиво было так. Всё это плиточка выложена. Кусочком она была оригинальненько. Красиво смотрелось. Вот так вверх поднимаешься. И как раз к Божьей Матери. Вот я вам уже показывала, снимала. Вот здесь. Здесь, по надтрассе, вдоль всей аллеи растут каштаны. Если, ну, когда они распускаются, такие свои цветочки. Красивые. Очень-то красиво смотрятся. Ну, вы не обижайтесь. Я долго тут сейчас снимать не могу. Потому что у меня за плечами 6 килограмм. Вот. Как ни говори, но всё равно, если долго, то тяжеловастенько. Поэтому я подъезжала домой. Сегодня я хочу сделать яблочный пирог. Вот я яблочки уже почистила от шкурки. Порезала кусочками. Противень приготовила. Для этого понадобится 3 яйца, стакан сахара, щепотка маленькой соли. Ну, и муку буду добавлять уже по мере консистенции. Какая, чтоб получилось. Всё перемешиваем. Я мешаю ложечками. У меня есть. Взбивать чем. Ну, я люблю ложечкой. Сейчас я размешаю чуть сахар, а потом буду добавлять муку. Если яблоки кислые, то сахара даже можно чуть больше. Ну, в зависимости какая ёмкость. Можно и 4 яйца. Ну, я бывает на глаз делаю. Тесто должно получиться вот как на оладике. Ну, сейчас я ещё хорошо размешаю. Вот такое тягучее получилось тесто. Может, чуть-чуть погуще. Но оно должно пропитаться, поэтому я оставлю, наверное, такое. Затем я беру противень, отрезаю кусочек или масла, или маргарина можно. И тщательно противень смажу со всех сторон. Вот так я смазала. Разогревать не надо, даже если где-то остался вот кусочек, оно в руке тает и смазывается. Теперь я всё это посыплю печеньем. Печенье обычно, оно самое дешёвое. Можно, чтобы оно, вот я его растолкла, и буду посыпать противень изнутри. Вот так это будет выглядеть. Не осталось печенья. Ничего на следующий раз пригодится. И всыпаю сюда резаные яблоки, чищенные. Вот так у меня как раз яблок на противень. До самого верха, но без горочки, вот так до самого верха. Немножечко стихиваем, хорошо раскладываем. И будем заливать вот этим. Можно ложечкой, так, кружочком, везде потихонечку, чтобы она туда вниз впитывалась. Вот я залила. Ложечкой можно немножечко разровнять, где добавить. И сейчас включим духовочку на 180 градусов. Пока она нагреется, должно вот это тесто у нас немножечко просочиться сквозь яблоки на низ. Ну, пропитать их полностью. Печенье я посыпаю для того, чтобы потом легко пирог отделялся от противня. Ну вот, ждём пока она сейчас пропитается. Ну вот, она просочилась. Зимой я вообще не на дрожжах делаю пироги, пирожочки. А сейчас как раз сезон яблок. Так что вот я с яблоками. Можно, кто хочет, можно добавлять чуть-чуть соды, когда мы мешаем яйца с сахаром. Но я не добавила этот раз. Сейчас духовочка нагреется. Я её туда засуну. Насколько тоже не помню, или 30 минут, или 40, но я буду зубочисткой пробовать, когда буду готов. Пирог. Пока пирог будет печься, мы сейчас с Димой соберёмся. Он около подъезда погуляет немножко. Вот такой пирог получился. Ну вот, простоял у меня в духовке ровно час. Сейчас он подостынет немножечко, и я сниму вот этот ободок. Ободочек сняла, сейчас кусочек отрежу. Кусочек я отрезала. Вкусненько попробовала, всё пропеклось. Такой мягенький, яблочки мягенькие, такие сочные, сладенькие. Очень классно получилось. Ну вот, я дозакрывала ещё 3 баночки. Получилось 8 баночек. Сейчас Дима как раз на улице гуляет, и я потихонечку их отнесу в подвал. Хорошо сейчас, солнышко спряталось. Как весело будет volte? Может так же суть, так кровать конец? Как Ta-па. Поехали! Все, Дима гуляет, мне надо подвал открывать, относить банки. Субтитры сделал DimaTorzok